всем привет с вами denis major сегодня вторник и вторниковый летсплей и да наконец-то я играю в реймана я давно это обещал да я и сам давно хотел на самом деле показать реймана просто одна игра выйдет то другая вообще смотрите мне на самом деле я играю на view да я расскажу немножко про версию я играю версию которая уже полностью прошел полностью вообще я буду показывать отдельные уровни потому что на самом деле чтобы показать весь смак этой игры нужно показывать разные вещи которые не всегда доступны прям сразу давайте я на самом деле покажу вот давайте 1 2 уровень я покажу так ведь у меня здесь даже почти все собрано вот а потом расскажу какие вообще фишки еще здесь есть кстати вот смотрите загрузочный экран но я могу догнать и сбить так не догнал не сбил сердечко ну ладно красивая игрушка очень красивая безмерно так ну то не пойдем назад мы должны собирать вот этих вот желтых я на самом деле вот тех синих которые сейчас не синие а золотые были наверху золотые потому что я уже собрал этих так можем выдирать как видите очень всякие штуки земли есть элементы драки есть много секретов поскольку все вот эти видите вот синий был на почти все такие чуваки они прячутся в каких-нибудь синих ой каких-нибудь бонусных штуках клетках и все такое поэтому нужно очень много исследовать локации тогда я тут могу немножко как бы парить вот-вот призовой этот самый бонусный чувака которых мне по сути нужно собирать он золотой потому что я уже брал логично видите у меня кстати у реймона костюм марио на самом деле здесь можно выбирать множество различных героев так так отпустить мерфи смотрите игра поддерживает сенсорный экран потому что изначально вообще говоря она была сделана планировалось что ее сделают для view и мне немножко кажется сменили персонажа да 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 вначале у нас тут будет много туториалов которые будут объяснять как играть вот а сейчас мне нужно кажется удирать нет а ну это все мне объясняют как это играть давно играл в самые начальные уровни ведь я здесь сейчас на сенсорном экране view геймпада на самом деле играю помогая компьютерному игроку проходить это все то есть сейчас нас будет немножко повеселее вот видите то о чем я рассказывал в видео про моя консоль view то есть вот эти все вещи мне нужно делать я сейчас поскольку уже немножко к этому все равно привык я смотрю на телевизор и примерно угадываю где это но здесь видите мерфи отображается у нас на экране телевизора да то есть это своего рода курсор и с помощью этого курсора я могу понимать как она будет здесь так вот здесь уже сложнее здесь надо смотреть на view геймпад на самом деле он сейчас еще медленно довольно движется мог бы двигаться еще и быстрее это было бы немножко сложнее как бы так вот мы можем скидывать вот так здесь вот так нужно я вот так вот наклоняю видите так все он спас подождите нет не спас он зашел в бонус вот игру как я уже сказал изначально планировали сделать для view но юбисофт как всегда слегка в общем испугалась того что никто в это не будет играть на view или что у них будут слабые продажи и они решили сделать и для остальных консолей но на самом деле для остальных консолей версия урезанная вот именно вот это управление сенсорного экрана нет только на вите это есть том числе асимметричный геймплей потому что здесь можно играть в несколько ром и можно также делать вот так что один человек управляет персонажем другой человек управляет на сенсорном экране этим мерфи вот и это позволяет в полной мере на сказать насладиться асимметричным геймплеем но как я уже сказал это либо на view либо на вите причем сейчас надо вот так крутануть а ладно на его в бане на самом деле можно было взять крутануть в другую сторону на самом деле на вите конечно не так удобно и нужно две виды на view достаточно одной view что в общем на мой взгляд гораздо удобнее что я они же нельзя странно ну там можно было влево пойти я тоже не стал просто я не хочу сильно много концентрироваться на только таком уровне я хочу показать как можно больше элементов различных здесь они на самом деле очень интересные вот эта игра она действительно очень классная вообще реймон по моему с 95 года первая игра поможет где-то в районе 95 года вышла или 91 короче она была еще очень давно еще под dos она была и на 1 playstation было и вообще вот и потом стали выходить различные продолжения реймон legends на сегодняшний день последняя часть но на мой где-то самая лучшая то есть она изначально вышла на view playstation 3 xbox 360 потом она была и портирована уже на новые консоли на xbox one и playstation 4 обещают ее и на свитч на нинтендо свитч скорее всего мы увидим реймон legends если они не спешат делать новую игру понимаете они сделали когда когда 2013 год 2013 вышла реймон legends которая сейчас играю и они решили как бы этом остановиться то есть вообще нормальная игра хорошая игра типа кто сделал лучше говорят тарантино как-то спросили а вот ну и мы сказали вернее вот вы не сняли ничего лучше криминального чтива на что тарантино ответил а кто снял так ладно это мой уровень смотреть не будем давайте побежим о знаете чего вам хочу показать час я хочу показать очень классные управление вспомнить здесь на самом деле кнопок довольно много потому что здесь есть и драч кнопка отвечающий видите за все эти удары вот наверное вот этот я хочу показать уровень и и будем играть с вами в угадай мелодию вы должны будете угадать мелодию но к сожалению мы играем не в реальном времени поэтому так мне нужно сейчас найти этот уровень я найду его запущу если что перемотаю до этого места да это он это уровень морячий мэтнесс слушаем здесь надо слушать я буду молчать угадывать мелодию уже угадали уже можно угадать да еще надо вовремя и практически в такт выполнять различные движения это очень важно что-то уже угадали наверно это i of the tiger ну кто еще не угадал а я на всякий случай только такая особая мексиканская версия фламенко и здесь надо все выполнять четко в ритм музыки но на самом деле можно нет нет обязаловки нету привязки к ритму а точнее вам не обязательно нажимать кнопки в это время но это как подсказка то есть ритм игры ритм музыки это подсказка для того чтобы пройти этот уровень то есть нужно нажимать разные кнопки сразу скажу не одну кнопку а разные то есть бег удар прыжок это все разные кнопки вперед справа лево то есть это все нужно нажимать там вниз вот они помогают вот видите я не ту кнопку стал нажимать вот помогают пройти этот уровень музыка помогает но при этом это получается очень динамично из-за того что вы слышите музыку веселую и задорную и прыгаете бьете врагов в такт этой музыки это уже почти конец кстати все к сожалению короткая музыка хотел бы себе полную версию такой такой вот такого варианта i of the tiger я вам наверное еще одну покажу потому что здесь есть несколько таких музыкальных уровней на самом деле это очень круто я вообще ждал что они сделают что-то типа мобильные игрушки именно по этому на самом деле реймон есть мобильном варианте и на самом деле они сделали практически полноценный рейман там можно бежать влево вправо прыгать ударять это все делать удобно и когда рассказывал про супер марио ран я сравнивал именно с мобильным ремена потому что он получился гораздо лучше рейман в смысле чем марио получился гораздо лучше просто мобильные марио плохо сделали реально но я также очень ждал что они сделают и к сожалению до сих пор не сделали именно вот такие уровни что под музыку Можно было просто прыгать, чтобы игра мобильная Состояла только из этого, мне кажется Для мобильной игры это было бы круто, но К сожалению, у нас такой игры до сих пор нет Поэтому приходится играть в отдельные уровни Потому что они очень классные, сейчас покажу еще какой-нибудь Уровень Castle Rock из первой зоны То есть здесь тоже уровни как бы разделены На зоны, да, но в одной зоне здесь По-моему получается почти 8 уровней Или сколько, бежим! Бежим и слушаем музыку Она еще не началась Сейчас начнется ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 а я умер блин так откуда здесь пункта здесь интересно что легко точнее легкий элемент что ты начинаешь не сначала уровня мы могли бы сделать кстати сначала то что они не очень длинные я стараюсь поменьше сейчас говорить чтобы больше насладиться музыкой хотя натурой длиннее но проще это самый первый музыкальный уровень в игре все все я его прошел кстати говоря возможно для разработчиков игры для создания именно конкретно вот это уровень послужило вдохновением то что у нинтендо частности в гре супер марио браус по-моему в каких-то уровнях монетки расставлены так что если бежать самого начала уровня то вот этот звук монеток будет попадать в ритм под музыку даже факт который возможно не знали про марио наверное знали что уж вы же меня давно смотрите аж вроде где-то рассказывал но тем не менее на мой взгляд это очень очень интересно и прежде чем я буду показывать дальше обычный уровень я хочу показать какие еще вообще фишки можно сделать времени ну как вы наверное уже поняли рейман это платформер причем такой классический платформер однако помимо обычных платформенных каких-то заданий здесь очень много необычного вот сейчас я вам покажу какие здесь доступны герой герой в принципе все ну можно сказать одинаковые то есть кажется что они чем-то различаются но на самом деле в принципе различаются да вот например вот такой кстати видите тоже в костюме луиджи то есть тот у меня рейман был костюме марио этот в костюме луиджи так а где у меня были принцессы с топорами принцессы с топорами принцессы с топором ведь я даже еще не все героев на самом деле ответить отметил где-то левее наверное были вот вот например вот такая у нас тетенька бегает с топором у них есть небольшие различия хотя мне кажется возможно это найти такие визуальные различия из-за чего кажется что они по-разному себя как-то ведут хотя наверное все таки они и одинаково бегают одинаково прыгают так челленджис я обязательно покажу back to oranges отдельная тема слушайте сюда практически впихнули игру рейман оригинс то есть когда вы проходите порт полный рейман legends вы можете поиграть в уровне из оригинс тут я не могу сказать все или не всем давайте в какой-нибудь поиграем что ли давайте в какой-нибудь вот в этот поиграем например вот то есть уровне из рейман оригинс это очень круто то есть игра в игре это ну это супер на мой взгляд то есть сделать такой подарок для людей тем более смотрите рейман оригинс она ведь не выходила на view насколько я понимаю помню да я же не ошибаюсь не выходила на 3ds выходила но я никому не рекомендую братья рейман оригинс на 3ds потому что он идет по моему даже всего 30 fps в общем достаточно неплавно все таки игра при том что она двухмерная она довольно требовательна так я ну-ка не буду я да не ну все отстань так не буду я пытаться это все собрать а я понял сейчас я ща 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 нет а я жить-то тяну влево я тяну влево ну-ка здесь смотрите можно тоже падать ага так но здесь не так просто падает здесь надо две кнопки нажать не просто вниз а вниз удар вот это немножко сложнее чем в марио например где нужно нажать всего одну кнопку для того чтобы падать вниз плюс здесь довольно много ловушек таких чисто платформенных что мне опять же очень нравится времени тем что есть уровни которые легкие быстрые есть уровни которые и сложные и такие медленные ну то есть на самом деле сложности и скоро здесь не зависит то что есть простые быстрые и сложные быстрые и в общем разные уровни но что самое главное что они разные то есть уровни разные по динамике они отличаются не только каким-то визуальным стилем принципами геймплея которые надо использовать они действительно разные то есть уровне посложнее уровне полегче ну и кстати когда вот мы сейчас играем в уровне с оридженс мы можно все-таки заметить что они как-то немножко похуже но в каком смысле похуже по динамике потому что даже вот оригинальные уровни из-за legends они даже когда немедленные вот такие же да они все равно как-то ну на мой взгляд по динамичнее то есть мне честно я когда первый раз начал играть рейман оридженс на playstation vita мне сначала даже не понравилось и я даже забил на игру я вернулся к ней уже когда прошел legends когда я прошел рейман legends мне настолько понравился рейман legends вот что я не надо было трогать эту фигню вот эту смотрите можно взять можно взять то есть видео мне здесь такой парящий платформер если марио все время плавает и рейман умеет даже летать хотя плавательные уровни здесь тоже есть тоже есть денис вверх летим 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 вот так аккуратно это просто уровень из оридженс я показываю если у вас есть view то рейман legends просто must have я считаю потому что во первых это две игры в одной во вторых это потрясающая игра сама по себе вы не захотите пропустить рейман legends если вы вообще любите платформеры и такие казалось бы легкие а на самом деле не так чтобы и очень легкие игры но время не нет ничего принципиально сложного и как и в марио в нем нет знаете какого-то негатива и серии все плохо надо и за бороться со злом как-то там или что-то типа такого мрачного хотя кстати даже в зельде где вот есть эта тема там борьбы со злом все такое но если сравнить не за зельду и даже ведьмака там какого-то то можно заметить что в legend of zelda гораздо меньше негатива какого-то связанного с какими-то событиями да то есть ведьмаке много чернухи хотя местами она даже в тем но случайно второй раз напоролся это примерно как god of war то есть там с одной стороны много насилия с другой стороны она настолько какое-то как-то сказать картинная ну ведьмаке правда уже чернуха не совсем картинная но игре она по крайней мере идет то есть она там в тему конечно в марио она бы была бы совсем не в тему и в реймоне рейман такая более бесшабашная что ли она более не знаю как это объяснить и более несерьезная то есть если например марио там спасает принцессу и там тема похищения принцесса извечно здесь ну да фэнтезийный мир такой фантастические фантастические существа они все дурачатся несмотря на то что вроде как они в беде или там ты их спасаешь но все равно здесь все дурачатся игра про только все дурачатся и это даже прикольно сначала я тоже немножко странно был вот здесь смотрите в в оридженс что надо было делать доходишь до конца и нужно убить вот всех вот этих штук которые связывают одного из главного типа или не главного ну неважно в общем типа босса мы не совсем типа последней комнаты но в legends нечто похожее есть но не настолько то есть в оридженс было больше однообразия в legends как-то по разнообразили игру очень сильно по сравнению с оридженс что мне тоже очень понравилось так ну ладно в оридженс мы больше сегодня не будем играть покажу еще несколько интересных вещей в частности я вот не знаю получится ли у меня показать это игра и одному но я надеюсь что да потому что есть очень интересный режим кунг-фут простой без какого-то развития но он интересный то есть это футбол да все таки я буду играть один но просто представьте себе что было бы если бы играл не один то есть есть вот я и есть еще один игрок могут только вдвоем можно играть или в четвером тоже неважно слева мои ворота справа его ворота и нужно забивать мечи забиваем мечи причем по какому принципу можно драться то есть можно в борту дать своего рода такой боевой футбол и много различных ударов ну то есть удар это все одинаковые но результат разный в зависимости от того там с каким предшествующими движениями вы делаете этот удар с ведь они могут быть мощными могут быть медленными можно удар вверх направлять вниз и это действительно интересно когда играешь в низ калькером то есть когда знаешь пришел тебе друг сидишь с ним играешь там не знаю во что угодно даже того же реймена просто играть играть и в том все надоело уже и вот запустить футбол в рейман legends бесценно бесценно серьезно говорю ладно к сожалению могу один нормально играть так что давайте посмотрим еще пара интересных вещей которые есть в игре а потом в оставшееся время я просто прохожу какие-нибудь уровни режим challenges очень на мой взгляд интересный режим я в не одно время очень долго играл суть в чем есть четыре испытания они сетевые сетевые в каком смысле что все их проходят сети проходят эти испытания и выкладываются результаты и вы можете наблюдать за в том числе своим прогрессом насколько вы лучше остальных смотрите есть состязания дневные они каждые сутки обновляются видите вот пишет до конца сейчас следующая новость давай 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 текст меняйся вот 18 часов 3 минуты осталось до конца состязания есть недельные испытания они как правило сложнее сколько там осталось но в общем сегодня у нас что вторник но я отпишу в понедельник этот видео поэтому 6 дней 17 минут давайте посмотрим они на самом деле испытания бывают довольно разные но они строятся вокруг по моему четырех схем уровней вот кстати результаты то есть сколько какие набирают очки люди и кстати говоря по моему если не изменяет память выставление баллов она здесь относительно точнее какой кубок дадут золотой серебряный или бронзовый она зависит от того как другие люди проходят эту игру по моему по моему так так здесь нужно вот как раз управлять движением управлять на сенсорном экране видите эти самые могильные плиты это кто где остановился и можно даже смотреть где ты потом остановился но если там несколько раз переигрывать и пытаться прокачать свои очки набрать как можно больше очков то есть пока не кончилось испытание есть возможность это сделать потом уже не будет естественно вот и можно смотреть кто где умер и вообще где люди чаще всего умирать но подобные мы видели супер марио мейкер конечно же так да но здесь уровне эти бесконечные как правило единственно что есть некоторые состязания например на время есть на расстоянии на расстоянии они ограничены но то есть вам нужно просто определенное расстояние пройти быстрее всех есть на время там просто у вас время заканчивается вам например отвели там сколько-то там пару минут буквально и там кто дальше всего пройдет за это расстояние или соберет больше всего этих желтых штук видите здесь надо вот так обязательно сделать иначе не получится но я некоторые ловушки уже знаю они довольно типовые то есть уровень строится рандомно но у всех одинаково так как бы это тогда объяснить рандомно но у всех одинаково суть в том что это не какой-то предопределенный уровень но при этом он у всех одинаковый то есть вы будете и десятый раз проходите и можете за другой консолью проходить если там под кем-то даже залогиниться другим вы все равно будете видеть точно такой же уровень но при этом он составлен из таких как бы случайных практически штук вот то есть просто как набор стандартных элементов которые в какой-то последовательности вдруг расставлены не знаю модерируется эти уровни или нет то есть насколько вообще сами разработчики игры проверяют насколько эти уровни логичны и вообще все ли с ними нормально но во всяком случае я не видел ни разу чтобы возникало какие-то возникали про я умер возникали какие-то проблемы с этими уровнями смотрите я мне говорят серебряный у меня кубок вот людей сколько я побил это сколько почему не тогда серебряный если целую тысячу прошел то есть по моему тысячи метров точно даже неплохо результат а ну вот смотрите люди которые прошли больше меня и человек который прошел меньше меня то есть можно сравнивать результаты очень наглядно это ой нет я давайте другие посмотрим что ж мы все теперь будем одни и те же уровни смотреть что ли нет конечно вот то есть уровень сейчас будет точно такой же и в принципе можно играть по методу мегамена да то есть вы каждый раз играете запускаете проходите дальше потому что запоминаете какие-то ловушки в которые вы попали играя в прошлый раз так но сейчас посмотрим вот такое состязание здесь скорее всего падаю вниз до видите там череп как бы и экстрем написано то есть все состязания дневные и недельные делятся на два типа обычные и экстремальные экстремальное она как правило сложнее быстрее в общем видите тут умереть можно сразу прям а подождите я опять не ту кнопку нажал для бега вот здесь это довольно сложное сразу скажу состязание то есть здесь нужно видите там люди умирают просто буквально на каждом шагу и до основная задача здесь что достигнуть 300 метров здесь нужно видеть задание застегнуть 300 метров как можно быстрее а может быть в таком же самом уровне причем другое немножко состязание там за определенное время достичь как можно дальше либо собрать к за определенное время собрать как можно больше этих вот желтых то есть ты там собираешь определенное количество и все и уровень на этом закончился и там кто быстрее тот и молодец так здесь мне нужно 300 метров достичь как можно быстрее я могу их не собирать что они сильно мне облегчает задачу но проблема в том что пока я не достиг 300 метров мне даже очки никакие не поставят я не попаду даже в рейтинг и именно поэтому эти состязания экстремальны потому что даже не факт что вообще вы получите хоть какие-то очки за них но опять же никаких штрафов за это нет то есть вы просто вы просто молодец я не помню там что дается за это может какие-то там внутри игровые очки то здесь же но как я уже показывал да можно различных героев разблокировать за всякие ништяки и это все круто но как в общем а вот видите видели где там все подохли то а давай давай быстрее и и отчеты на прыгалках вот я достиг 300 метров ну и бронзовый кубок это хуже чем серебряный на всякий случай напоминаю так не я не буду давайте отсюда выйдем я покажу посмотрим какие еще там состязания есть они обновляются то есть дневные соответственно обновляются каждой сутки то есть через 18 часов как вот мы уже увидели даже 18 часов осталось будет другое состязание какое-то но они да они состоят из похожих вещей то есть как бы одни и те же уровни мигрируют туда-сюда но вот я смотрю у нас по крайней мере сегодня все состязания разные и можно их посмотреть потому что есть например вот такое состязание но вот вот здесь как раз по крайней мере для меня принцип мегамэн лучше все работает то есть здесь проще всего играть постепенно и видели да это я тупанул то здесь нужно понимать вот здесь лучше не бежать если некоторых действительно уровнях если бежишь что теряешь время вот бывает такой да ты киньте то есть пройти быстрее не можно не не бить как это обычным шагом в общем да можно бежать кстати вот так вот поддерживает это игра игровая механика что довольно при о кстати да есть в состязаниях бесконечная башня где нужно как раз вот лазить вот так наверх больше всего мне нравится бы состязание с бесконечной башни что ты да не ну смотрите вот состязание бесконечной башни то что там где-то нужно лезть вниз вверх по стене по потолку в общем всякие такие штуки и не наиболее интересная вообще вся механика реймана мегамэн очень скал мегамэн смотри а да здесь просто я забыл сам они все разные то есть вот такие штуки достаточно взять желтые которые без пузыря а их нужно именно ударить вот видите вот в эти нужно именно ударить все я потерял а нет да то есть видели да здесь нужно еще и четко теперь представьте если у вас еще и жизни были бы ограничены но здесь ограниченное время поэтому да он вверх летит это не предусмотрел здесь смотрите я зажимаю кнопки он летит вверх то есть только когда я зажимаю кнопку ну потому что потоки воздуха если потом воздуха не было просто бы падал вниз так 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 здесь смотрите нужно именно ударить эту штуку но нужно попасть по ней раньше чем по пузырям а здесь у нас нет восходящих потоков у меня наверх никто не под ними то здесь нужно быть аккуратным вот как раз уровень на да надо снова не бежать не надо здесь бежать уровень опять на количество собранных этих желтых люменов или как они там то есть время без разницы главное собрать побольше и а почему я да здесь не пружинистая непружинистая поверхность а здесь видите вообще они появляются сначала то есть видно следующую но пока не возьмешь предыдущую следующую нельзя взять так но здесь меня тоже бронзовый да блин опять я нажал снова повторить нет я не буду снова это играть нет не буду так да и когда играешь следующий раз можно посмотреть призрака но предыдущего своего забега что в таком уровне в принципе бесполезно потому что призрак может уйти далеко от тебя но здесь же они меняются как бы эти уровни до которые ты проходишь вот а просто когда по бесконечному уровню бегаешь там призрак конечно полезнее гораздо вот но к сожалению нет на сегодняшнем состязание бесконечные башни она мне больше всего нравится хотя вот это где нужно тыкать в сенсор на экраны и помогает проходить мне тоже очень нравится вот так здесь нужно go far as you can в принципе тоже довольно интересная у меня наверное на третьем месте эти состязания среди всех которые возможны вот здесь автоматически происходят какие-то тоже вещи как если бы мне помогал мёрфи и уровни в целом по динамике очень похожи на музыкально в частности в предыдущем моменте нужно было просто не прыгнуть высоко но сейчас я все-таки понял что эти уровни они заранее прорисованы просто в определенном месте они видимо зацикливаются потому что именно такой уровень я уже бегал и когда-то я бегал его даже неплохо хотя вот таких люменов я чё-то не помню чтобы они там были вот я бегу я жму кнопки по моему а нет здесь по моему автоматический бег ну ладно я не буду часто проверять может быть следующий раз запущу и проверенный а секс кнопку жму потому что меня все время подозрение а вдруг он перестанет бежать а вот видели здесь нужно было прыгнуть вниз вовремя давайте еще раз этот попробую потому что ну на мой взгляд он интересен заодно проверим бежит он сам или нет нет сам он не бежит давайте поэтому перезапущу раз он сам не бежит здесь есть просто какой-то уринге он автоматически бежит ну разные они поэтому я говорю нужно быть готовым ко всякому состязанию но одно время я постоянно проходил состязание то есть уже когда я прошел всего реймона я очень долго практически каждый день заходил в игру и буквально ну сколько минут 10-15 тратил на прохождение состязаний сильно я не там не задротствовал чтобы прям вообще быть лучше всех прям вот вот прям чтобы но если я понимал что вот сейчас я немножко там потренируюсь подкачаюсь и смогу сделать это гораздо быстрее чем я сделал предыдущий забег ну или там гораздо лучше получить больше оценки то я это делал вот как видим здесь получить бронзовые кубок вообще не сложно потому что многие люди вообще забивают то есть они попробовали не получилось а ладно там не буду вообще даже пытаться даже там набрать вот видели видели это прошел надо было нажать в полете кнопку но уже серебряный кубок я хочу заметить то есть вот это предыдущее место оно оказалось для многих настолько сложным что они просто не стали это проходить да я могу запустить миверс я вообще редко что-то почву миверс на самом деле ну что давайте теперь посмотрим основные еще уровни может быть я найду какой-то уровень аналог этой башни про который я рассказывал потому что какой-то аналог есть среди основных уровней давайте поищу найду и тогда снова ну и перемотаю до этого места не нашел тех уровней с башни но я хочу вам показать вот этот регион зон который состоит исключительно из музыкальных уровней но музыка здесь восьми битная да и вот уровень который мы уже видели да я специального запустил чтобы у вас была ассоциация с ним какая-то а здесь мало того что 8-битная музыка здесь еще изображение периодически портится в общем насколько можно сейчас меня например пикселизация идет почему такое ощущение что она у меня увеличивается по мере игры но она еще может там старый телевизор быть она рандомно портится и в общем с ней бывает довольно сложно играть у просто пикселизация ничего страшного подумаешь разрешение же ниже напоминает старые игры под доз кстати говоря если вообще рассуждать о старой графике какая из них была наиболее эстетично кто там выступает видите носку вот 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 трэш пошел вот пожалуйста конечно попади здесь на нужную змею так хочу я с самого начала начинаю забавно может быть я до чекпоинта просто не добежал или восьми битках нет чекпоинт ну восьми битных уровнях нет чекпоинт посмотрим так вот если говорить про эстетику старой графики мне больше нравится именно досовская графика ну кто-то говорит кому-то восьми битка кому-то 16 битка но мне все-таки именно нравится вот говоря о старых играх досовские игры потому что во первых они были 256 цветные хотя на восьми битках например там по-моему одновременно цветов было не больше 16 в 16 битках но на сеге не более по моему 64 цвет цветов за раз на супер нинтендо не помню может быть он и могло супер нинтендо может быть полную палитру выдавать но не уверен вот на пк на именно вот на этих старых пк и палитра была вот эта 256 цветная и что позволяло делать пиксельную графику с одной стороны такой она пиксельна была с другой стороны какой-то этот дитеринг даже было смотреть это как в это играть вообще я это как-то играю вообще как я вообще это делаю слушайте вот но и при этом упс у меня опять случился глюк с входным сигналом глюк сходным сигналом как неприятно именно в этот момент нажму на паузу и перемотаю на туда туда да перезапущу уровень если вы смотрели меня в четверг у меня появляются такие глюки я кажется знаю за чего они происходят я использую hdmi сплиттер потому что у меня очень много приставок и не настолько много входов на телевизоре вот и когда у меня был предыдущий hdmi сплиттер он примерно так и начинал ломаться чем они довольно недолго у меня что первый что второй прослужил просто за первое дал кучу денег купив его в москве а второй заказал с алиэкспресса за 500 рублей и когда сейчас с алиэкспресса 500 рублей портятся мне как-то не так обидно как тот за три с половиной тысячи блин который вообще за зачет а за два месяца испортился по моему этот у меня уже больше полгода проработал вот к сожалению портится да ну ладно я включил view напрямую в устройство для записи я использую over media la gamer portable который мне тоже не нравится его тоже буду менять никому не рекомендую в общем не буду рекомендовать его покупать может быть они новую версию нормально сделали потому что у них все равно довольно много глюков и с режим записи в общем не все прекрасно но если кого-то интересует детали спрашивайте я отвечу но если вы хотите сами записывать игры я не рекомендую авер медиа live gamer portable да я же эти вот этот уровень чтобы нормально пройти его надо помнить потому что если ты не помнишь ты вот ни за что не догадаешься вот среди тех пикселей что надо было нажимать я сейчас вспомнил в том числе потому что я его буквально вот полчаса назад прошел при вас и поэтому я помню что нам нужно делать так ну что последняя попытка и надо показать какой еще уровень интересный чтобы закончить с рейманом потому что на самом деле как я уже сказал не один раз игра очень разнообразная несмотря на то что это чистый платформер в отличие там от супер марио который там платформер приключения все таки здесь нету такого приключения скв элемента но при этом очень много различных платформенных механик и в этом смысле авторы очень большие молодцы потому что платформер сам по себе довольно однообразный консервативный жанр то есть каком-то я не знаю даже шутере можно найти больше ну в том числе чтобы отойти от шутерной механики там придумывают различные вещи ну или там портал возьмите да игрушку хотя и шутером уже конечно не назовешь но тем не менее вот а здесь казалось бы простой платформер но сколько вот этих вот различных я умер я почему умер как-то раньше вообще непонятно почему попал ладно давайте я покажу еще каких-нибудь парочку уровней обычных чтобы не концентрироваться на этом восьми битом уровне просто хотел показать поняли 8-битная музыка еще и пикселизации это напоминает нам нес ремикс нес ремикс игрушка на первые две части есть на view и на 3ds где в старые несовские игры там нужно выполнять какие-то определенные задания не проходить всю игру так давайте где-нибудь вот отсюда не вот отсюда мы пройдем здесь просто такие уровни и сырные сложно объяснить лучше показать я на самом деле показывал когда снимал про мою консоль view там были эти уровни нет я но я хотела взять ладно переживу меня превратили водку это очень забавно не знаю это просто весело то есть опять же как разнообразить геймплей давайте превратим героя в утку уже как ты ну интересно слушайте ни одно и то же знаете на каждом на каждом уровне снова отпускаю мерфи и снова помогаю беру стилус руки стилус немножко удобнее так рисуем рисуем ему пространство смотрите сейчас вот так ну надо было там прорисовать ну что это тоже сыр наверное да я думаю сыр похоже на сыр так проводим нашего героя по так он сможет сейчас давайте посмотрим она она сможет нет почему а сыр еще зарастать начинает так что как бы у нас здесь дополнительная сложность есть с этим вот если играют вдвоем если вы с кем-то играете тогда нужно ой она на шипы нарвется нарвется нет не нарвалась отлично отлично не нарвалась на шипы если играть вдвоем то соответственно один рисует по сыру другой проходит игру здесь видите надо вверх не трогать а то вот эта штука колючая упадет прямо на голову и будет очень неприятно кстати вот пока у меня был глюк я проверил то видео у меня сохранилось спarily через не случилась но тем ни менее конечно жаль процесс прерывается не люблю к процесс прерывается на самом деле так здесь надо наоборот вот это было сделать здесь нет 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 я тебе так как это отменить я случайно вот здесь когда чек-поинт ладно вот так мы это делаем она номер до тут недолезет да надо было более вот видите зарисовывается вот в бану зашли само зарисовывается этот сыр Так, здесь нужно быть очень аккуратным Очень аккуратным, потому что Так, как бы это сейчас сделать? Нужно... Нам нужно обязательно... Наверное, мы это сделаем вот так А, нет, так не получится Так не получится Так не получится Или получится Нет, ты говоришь, ты падаешь-то Ладно, не пойдем в бонус? Ну его нафиг А, я теперь случайно сделал, чтобы она вот так вот И все, не пойдешь в бонус Не в этом дело Там надо было просто стеночку оставить, и тогда она бы об нее ударилась, и подпрыгнула на этом батуде, и взяла бы этого пленного. Забыл, как они называются, но главное, что они у меня все равно все уже есть, и, в общем, не страшно. Это у нас такие вкусные урны. Че делаешь-то? Алло. Если бы, конечно, я играл сейчас с кем-то, это было бы гораздо проще, чем играть вот с компьютером. То есть, когда в роли вот этого персонажа у меня компьютер, потому что он тупит. Ну вот, тупит. Нет, нет, прыгнуть. Нет, я буду идти тупить, да, компьютер. Ну, что поделаешь, что поделаешь. В любом случае, игра предлагает интересный игровой опыт, если у вас есть Wii U, либо две PS Vita с другом. Ну, то же самое, в принципе, можно получить, чем от Wii U, но просто мне кажется, на телевизоре это все равно лучше, чем два играют на PS Vita. PS Vita маленькая. Маленький экранчик у нее. Экран меньше, чем у Switch, да, ведь? Во-во-во-во, вот так надо было. А, нет, мне же не нужно, не надо было ее ронять. Какой отстой. Так. Ага. И вот так, вот так вот идем. Вот так, и она у меня проходит. Так, а что с этими нужно сделать? Ладно, ничего я с этим не буду делать. Давно просыграл этот уровень, то есть сейчас я не помню, что здесь нужно только. Ага, вот это нужно, чтобы упало. Только, наверное, я плохо сделал, но я надеюсь, она догадается, что здесь, как здесь это нужно пройти. Потому что, в принципе, ничего сложного. Потому что, опять же, если бы играл человек, он мог сам какие-то вещи обходить. То есть, когда вы играете с компьютером, это вообще сильно, ну, в данный режим, сильно отличается от того, как вы играете с человеком. Потому что человек, он поможет вам где-то. Или наоборот, он протупит в очевидном месте. И на этом строится, ну, необычность какая-то геймплея. Вот. Когда с компьютером вы точно знаете, какие вещи он пройдет, точно знаете, какие вещи он не пройдет. Ну, иногда не точно знаете, какие не пройдет, потому что бывают нюансы. Бывает сильно тупит. Так, что у нас здесь? Ага. Ну, видите, он сам еще направляется. То есть, она сама выбирает, в какую сторону ей лететь, эта бабца. Вот. Но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но. Но все равно нужно вот помогать. Помогать. А, нет-нет-нет. А, что, все нормально? Я не понял. Ладно. Так, а сейчас за мной гонятся черные... Чёрные твари Гонятся за мной чёрные твари Это есть в нескольких уровнях Где-то нужно прям убегать Где-то нужно Прям вот так вот делать То есть, когда убегает Убегает компьютер, а мне нужно вот масло Масло, пожалуйста Гресь масло Оно скользкое, всё Давайте ещё какой-нибудь уровень посмотрим Из какого-нибудь другого мира, ну из другой зоны И хватит на это Но, я думаю, вы уже убедились, что Рэймон потрясающая игрушка И в которую стоит поиграть В любом случае, если у вас там PlayStation 4 или Xbox One Купите себе игру, всё равно Даже если у вас нет Wii U Да, вы не получите полноценный опыт Который задумывался разработчиками игры Для Wii U, либо для двух PS Vita Но, поверьте, удовольствие Всё равно будет море Чё я жду там? Я же прошу... А, надо было тапнуть на этот Глаз, я забыл про это Нужно тапнуть на этот глаз, он открывается Ну что, смотрим ещё один уровень Да, здесь, кстати, каждый уровень тоже можно прокачивать Пока вы не сделаете всё Не найдёте все предметы Всех жёлтых, всех синих Вообще всё Так, здесь у нас вот... А, нет, давайте всё-таки другой мир Я обещал другой мир, надо другой мир Показать вот мир Olympus Maximus Вот этот вот Это я не показывал мир Это последний мир И он довольно... Вот, здесь надо убегать Убегать самому от этих тёмных Чёрных, мрачных тварей Вот, что, в общем, не так просто, как кажется Или не так сложно, как кажется Тут, в общем, неоднозначно всё Так, это я вот забыл уже, что мне это даёт Ну, ладно Так, на этих я могу прыгать Сейчас, вот, вот, видите По стене могу бежать То, что хорошо, что я запустил этот уровень А вот они сейчас и будут со мной Биться, гнаться И, в общем, мне сейчас будут Вот, да-да-да-да-да Хорошо, что я этот уровень запустил Я вам покажу бег по стенам По потолку и... И по прочим поверхностям Да, это довольно интересно, динамично Поначалу, когда играешь Может быть, когда вы смотрите Вы думаете, как вообще ничего не понятно Как здесь разобраться Но, на самом деле, когда играешь Здесь довольно управление Очень хорошо прокачали Для такого необычного геймплея Я не стал того чувака брать Потому что он у меня уже взят В принципе, ничего такого Вот ещё Ещё новая партия этих тварей Убегаю Убегаю в срочном порядке Вот, видите, какие разнообразные уровни Какие интересные Серьёзно, то есть, вот Когда играешь Вообще не скучно Не надоедает То есть, нет такого Ну, блин, опять Всё, такие уровни я уже видел Ну, что за отстой И те же музыкальные уровни Там, в каждом мире О, этот меня не взят, что ли? В каждом мире есть По одному музыкальному уровню Но они разные А, это бонус был? Это был бонус Окей, а куда идти-то? Если это был бонус Куда идти-то? А, вот куда идти Надо же, я думал То есть, тот случай, когда Вход в бонус Более очевиден Чем Чем основной путь Ну, об этом я вам тоже Не раз говорил Так, вот здесь Я не понял, что надо делать Может быть Наверное, нужно было Смотрите Сейчас Попробуем вот так Ага Ага Поверху Надо сделать так И поверху Так Ага Вот Так Ну, не будем лишнего собирать Нам лишнего не надо Чужого не надо Вот, смотрите Здесь нажимаем Здесь достаточно просто Нажимать кнопку И будешь прыгать от стены То есть, не надо Как Марио Постоянно менять Еще и направление Этой самой Как Направление прыжка Когда, помните, там Ниндзя-прыжки в Марио Там надо постоянно Влево-вправо 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 Вот, здесь такого не надо Особенно, если ты бежишь Ты просто Продолжаешь жать Причем в одну и ту же сторону Несмотря на то, что Тебе формально Сторона бега вроде как Меняется Но ты продолжаешь жать В одну кнопочку Нажимаешь все время И Не надо И не надо Влево-вправо Вот этого делать Достаточно просто Нажал кнопку Он отпрыгнул от стены Нажал еще раз Он еще раз Отпрыгнул от стены И в этом смысле Довольно удобно сделано Даже где-то Действительно удобнее Чем Марио Но просто Учитывая, что здесь Получается Геймплей более Именно платформенная часть С бегом Она более разнообразна То если бы здесь Еще и было Такое управление Как Марио То это вообще Было бы зашибись И никто бы не получал Удовольствие от того Что Так оно сделано Так, я видимо Мог на тех Все Я прошел этот уровень Я видимо мог на тех Просто подпрыгивать Но я не стал этого делать Потрясающая игра Серьезно Поиграйте обязательно На своей игровой канцл На ПК она тоже По-моему есть Ну чуть ли не на Маке есть Короче, игру на самом деле Портировали почти на все Потому что действительно Из всех игр серии Реймон Это лучшее Ладно Я не играл вообще во все Я играл в первую В Origins В Legends И какая-то 3D была Которая Ну Просто двумерный Реймон Он все-таки лучше Если Марио Очень хорошо Скакнул в 3D Особенно такие вещи Как Super Mario Galaxy И Super Mario 3D World То У Реймона Проблемы С трехмерным С третьим измерением Серьезные Но в 2D Она потрясающе Смотрится И вот этот стиль Графики Такой рисованный Он очень классно смотрится Я бы сначала тоже Ну фу Я не люблю рисованную графику Но здесь это действительно Красиво Действительно потрясающе Игра впечатляет И геймплеем И картинкой Поэтому обязательно Поиграйте Особенно если вы любите Платформеры А напоминаю Что каждое воскресенье Я снимаю Super Mario Maker По вторникам Блэдсплея А по четвергам Прохождение Super Mario Galaxy Плюс к этому Выходят различные Обзоры Инструкции И все прочее Не только на игры Нинтендо Не только на игры На Нинтендо И на прочие другие У меня вообще все Консоли есть Я стараюсь снимать Как только что-то выходит Особенно если это интересно Если не очень интересно Я может быть и не сниму Если времени нет Ну нет у меня времени Снимать Ghost Recon Wildlands Я не знаю Если вас Интересует вас эта игра Я могу как-нибудь показать Там показать летсплей Или может быть Даже стрим попробую сделать Кто знает Если никто не напишет Я ее даже снимать не буду В блоге напишу И все Так что обязательно подписывайтесь На мой канал Чтобы не пропускать Все эти новые интересные видео Об играх и игровых консолях Ну и ставьте лайки Мне будет очень приятно И спасибо что смотрели С вами был Денис Мейджор До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok